Хорошо, я чувствую, что у нас есть, наверное, небольшая задержка по связи. Будем тогда друг по другу чуть-чуть подстраиваться. Смотрите, Василий, каким образом предлагаю нам нашу встречу построить. У нас сейчас такой, наверное, первичный скрининг обсуждения будет относительно вашего резюме относительно вакансии. Немножко поговорим по вашему опыту. Он, конечно, такой очень объемный на самом деле. Поэтому, наверное, попрошу сделать такой формат урола по опыту, чтобы вы, наверное, могли немножко сделать сами акценты относительно вакансии. Возможно, чтобы вы хотели подсветить именно в своем опыте. Я буду параллельно немножко задавать вопросы, чтобы мы максимально структурированно с вами, наверное, пообщались. И, соответственно, со своей стороны тоже расскажу про метро, про вакансию, отвечу на ваши вопросы. Я же правильно понимаю, что вам Женя описание вакансии направляла? Да, я тоже направляла. Да, 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 ну просто чтобы не понимать тоже, какой у нас бэкграунд по вакансии. Вот, ну и наверняка, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне их зададите. По времени обычно там, ну, не знаю, от 40 минут до часу занимает встречу. То есть там, опять же, зависит, насколько быстро мы все это с вами обсудим. Вот, ну, наверное, да, там основной фокус на каких-то, скорее, последних местах работы будет меня интересовать. Вот, но тут, в общем, как сами решите, да, если можно, начнем тогда с вас. Да, какой вопрос у вас, что рассказать вам? Ну, ну вот смотрите, да, то есть там, как обычные чары просят, да, не знаю, самопрезентацию, гроул по опыту, как хотите, да, то есть, ну, какой-то вот, наверное, там, вот, чтобы вы, наверное, да, в плане своей самопрезентации хотели рассказать про свой опыт, да, то есть, ну, там, 5-7 минут буквально, если можно. Да, давайте, да, расскажу в контексте данной вакансии. Значит, управлением, запасами я занимался в ЭКО, это основное, как бы, опыт по данному направлению. Там первоначально я пришел на позицию ведущего аналитика, который разрабатывал поставки, график поставок и планировал поставки. То есть, я отталкивался от плана продаж и составлял планы, грубо говоря, входа, выхода из магазинов, и все это до уровня конкретных магазинов и складов. Соответственно, значит, здесь у меня, естественно, я и рассчитывал, и то, что здесь в описании вакансии называются дни запасов, ну, по-английски называется stock coverage, покрытие запасов, и, в том числе, со старыми запасами тоже работал, то есть, с теми запасами, которые очень долго оборачиваются. И, то есть, здесь у меня был основной фокус на прогнозировании, но я его строил на основании детального анализа до уровня SQ и конкретного объекта магазина или склада. Значит, цели, соответственно, ставились по покрытию, и основной подход был для того, чтобы у нас это покрытие было равномерным в днях по всем магазинам, по всем ключевым регионам. Дальше, по доступности товарного запаса, здесь мной была рассчитана модель, которая оптимизировала запасы в магазине с учетом вместимости подсобного помещения магазина. И у меня, соответственно, были в подчинении сотрудники, то есть, вот именно в ЭКО-РОС у меня было 9 подчиненных, и каким-то вот таким техническим контролем, в том числе, они занимались, и я, как бы, координировал эту деятельность. И тут, когда вы стали уже в РИО, да, руководители отделов, сейчас было 9 человек, правильно? Да, да, совершенно верно, да. Значит, был, естественно, у меня опыт и бюджетирования в ЭКО-РОС, но специфика вот именно бюджетирования, она хорошо работает больше в западных компаниях, потому что в российских компаниях, в частности в ЭКО-РОС, было очень много ад-хоков, то есть, дополнительных каких-то мероприятий, которые в самом бюджете не закладывалось, и вот здесь точность бюджетирования из-за этого была низкой. Вот, ну, я уже не говорю про вот эти все наши дизастеры, связанные в последнее время со всякими там военными операциями, ковидами и так далее. Вот, но это все, как бы, производилось, все эти бюджеты, и в том числе больше здесь у меня опыт именно на предыдущем месте работы для бюджетирования, в Эйвон, косметической компании международной, там было планирование как сверху вниз, так и снизу вверх. И вот именно на последнем месте работы в NVIDIA и Eldorado я сосредоточился на отчетности, и, главное, здесь у меня была методологическая работа, когда я встречался с коллегами, с бизнесом, и предлагал им перечень показателей, измерений, по которым они бы отчитывались на операционном совете. Дальше я ставил, писал ТЗ программистам, и они все это реализовали в виде дашбордов в MicroStrategy. Это такая система BI. Да, MicroStrategy, знаю, нет. По-моему, сейчас в Metro Power BI, но MicroStrategy у них тоже была. Да, да, здесь вот этот... У них сейчас очень сильно развивается это направление тоже, да. Ну, давайте я вам скажу. Про MicroStrategy такая нишевая система, она относительно небольшую долю рынка имеет, несмотря на то, что на американское она под санкции не попала, но вот она в очень небольшом количестве, поэтому здесь вот сложно вам будет найти специалистов в MicroStrategy. Это же вот я просто и по собственному опыту говорю. Вот, в отличие от других более популярных систем. Поэтому здесь у меня, конечно, преимущество, что я хорошо работаю, имею большой опыт, вот два года работы именно с этой системой. С точки зрения отчетности об обслуживании поставщиков, здесь у нас были ряд отчетов, связанные именно с показателями, ключевыми показателями эффективности поставщиков. И у меня был в подчинении как раз сотрудник, который в том числе делал эти отчеты, я координировал эту деятельность. И вот сейчас, в частности, мне там поступают запросы на отчеты, я делаю их по оптимизации процесса заказа. У нас появился процесс в связи с недавними событиями вот этого импорта, параллельного импорта. И, соответственно, я поддерживаю вот эту отчетность на более сложном уровне, чем если бы это нам поставляли локальные поставщики. Вот. По портфелю проектов, у меня большой опыт работы именно с проектами в Avon. Ну, есть опыты по внедрению CRM-систем в ЭККО. И на последнем месте работы, вот когда мне изначально, как бы у меня должность была больше по отчетности, из-за нехватки персонала, вакансий, много приходилось заниматься именно отчетностью, но на текущий момент я автоматизировал 90% там трудозатрата. То есть, грубо говоря, если они составляли раньше 40 часов в месяц, то сейчас они там 5 часов. И сейчас я уже больше участвую в проектах, на инициативах, сейчас это модно называть продуктами. Ну, например, тот же, как я уже сказал, параллельный импорт или так называемые гибкие матрицы, когда из-за дефицита товара ищутся заменители для этого товара. Вот в таких вот, например, проектах я на текущий момент участвую. То есть, со стороны логистики как бы? Да, я вот на последних местах работы, вот именно в логистике, то есть, со стороны логистики участвую. И, соответственно, ну, сам даже инициирую совещание в плане того, что я собираю какие-то требования, согласовываю, потому что часто у руководителя нет возможности там заранее ознакомливаться, я им как бы все это презентовываю. Ну, сейчас где-то один-два раза в неделю в офисе, но в основном онлайн эти встречи проходят, и им все объясняю, показываю. Вот. И оценка именно финансовой эффективности. Я больше занимался в Avon с точки зрения именно вашей прибыли. Здесь у нас именно в NVIDIA Eldorado, там у нас отдельное подразделение, но сейчас вот меня привлекли на проект, связанный с, как бы это условно сказать, возвратом брака в продажу, то есть, грубо говоря, трейд-ина и продажи бэушных товаров, переупакованных, ну, в общем, как ново, грубо говоря, да, вот, ну, в связи, ну, те же, например, айфоны. И, соответственно, здесь я тоже должен оценить финансовую эффективность всего этого мероприятия. И это у меня проект, который у меня до 30 сентября, вот я сейчас на него переключился. Вот. Значит, вот тут указан предпоследним пунктом в описании вакансии, автоматизации, разработка, определение расчета и отчетности операционных ключевых показателей эффективности основной цепочки поставок. Это вот, по сути, основное, чем я сейчас занимался, я вам только вначале рассказал. О процессах в отделе, значит, соответственно, у меня был один подчиненный, и потом я проводил где-то, вот в прошлом году, где-то порядка 40 интервью, 40 кандидатов отсмотрели, и отобрали еще двух кандидатов. То есть здесь я постоянно с ними контактирую и общаюсь. То есть это аналитики или что это? Это и аналитика, и старший аналитик. Да, именно вот аналитического профиля. Совершенно верно. Я вас поняла. Хорошо. Я тут как раз тоже хотел вам вопрос задать, да, с точки зрения сотрудников подчинения. Так, и самое большое количество у вас было непосредственно ВЭК, наверное, да? Да. Там 8-9 человек, вы говорите. Именно так. Хорошо, Василий, расскажите о себе как руководителя. То есть по задачам, в принципе, понятно. Честно, у меня даже прям фактически нет вопросов. Я прокомментирую, да, когда буду там провокацию рассказывать, да, там некоторые моменты. Вот, но хочется понять, да, там, о вас как руководителя. То есть как строить работу, как выстраиваете процессы, как мотивируете сотрудников? Да, вот расскажите о себе как руководителя. Это вопрос, который я люблю задавать руководителям, да, когда прохожу собеседование, потому что они, как бы все приходят в компанию, а уходит, ну, уже, как известная поговорка от руководителя. Я в свое время как-то прошел тренинг по четырем типам, в которых сотрудники классифицируются по тому, как они относятся к задаче и по навыкам необходимы для этой задачи. Ну, то есть, говоря, может и хочет, да, вот эта вот комбинация. И в зависимости вот этого, соответственно, нужно индивидуально подходить к постановке задач у сотрудника. Вот, ну, в принципе, достаточно рабочая концепция. С точки зрения взаимодействия с другими коллегами, вот, могу поделиться, например, лайфхаком, удивительно простым, но он очень хорошо работает. Вот, то есть, когда вам, например, нужно что-то от других людей, вы можете, например, там написать письмо и написать там можете, и дальше вот что-то там указываете, да, ну, или там можешь, если вы в тесном. И, как правило, вот в такой формулировке, такой вежливой, это очень хорошо работает. Вот, ну, удивительно простой, но удивительно рабочий способ. Вот. С точки, значит, я на самом деле, по отзывам такой, и за что меня оценят достаточно автономный сотрудник, то есть, мне нужно поручить какое-то направление, и я, как бы, его буду делать. С точки зрения, в этом смысле, ну, с точки зрения общения с коллегами, я больше стараюсь, как бы, индивидуально взаимодействовать, то есть, я не, нужно сказать, не какой-то там вот такой яркий, харизматический лидер, там, для проведения каких-нибудь командных, там, и так далее, вот, совещаний и так далее. Ну, вот, в целом, что я могу про себя сказать. Ну, может быть, какие-то еще... А вы говорите по отзыву, у вас там оценка 360 в компании где-то была, или это так просто... Это давно, да, была 360 оценка, в Avon нужно искать ее, да, что-то было там такое, уже забыл. Ну, то есть, я правильно понимаю, что так или иначе, да, там, в команду готова вкладываться, по крайней мере, из-за того, что я услышала, да, то есть, это такая немаловажная часть... Да, я же сказал, да, я чуть раньше сказал, большой опыт именно проведения собеседований, отбора, вот. И здесь я, как бы, вот именно, как играющий больше тренер, потому что у меня, собственно, и большой опыт, которым я могу делиться. Василий, расскажите, как по английскому языку, то есть, у вас, по-моему, Ц1 уровень указан, да? Ну, видимо, да, то есть, каких-то там особых, я тестов, сертификатов не проходил, но большой опыт именно в Avon, она, как бы, американская компания, вот, топ-менеджмент английский, и коммуникация, и, главное, общение с разработчиками, которые часто были аутсорсингами где-нибудь там в Индии, в Европе, неважно, вот, с зарубежными коллегами очень было тесное взаимодействие, поэтому с ними, вот, именно по работе, такой у меня деловой английский рабочий язык, да, то есть, не на, вот, бытовые темы, а именно на профессиональные. Но, с другой стороны, именно на последних местах работы, где были российские компании, и там я только, разве что, документацию помогал, там, переводить коллегам, которые плохо владели языком, вот, то есть, именно последние, там, лет пять, именно, практики такой вот языковой, дей-то-дей, такого общения не было, ну, четыре года, да. Ну, я понимаю, да, четыре года, это достаточно длительный срок, просто хочется понимать, да, то есть, там, как вы вообще в целом поддерживаете, да, потому что, ну, это такой важный момент, да, потому что в нашем случае руководители непосредственно экспанс, да, то есть, это day-to-day communication in English language, как бы, вот, on daily basis, вот. Насколько, ну, не знаю, там, пройти интервью на английском, там, если хотите, может быть, там, сейчас можем, там, с вами пообщаться, если сможете, готовы. Ну, было бы интересно, да, если вы даже тоже оцените, насколько у меня уровень для работы с экспатами. Окей, maybe you can tell me about your main achievements on your present place of work. Maybe three main achievements. Three main achievements, okay. I think my main achievements at the current job work is автоматization of regular reports. I have decreased total working time, which we, with my team, spend on report preparation from approximately 40 hours to 5 hours. It is the main achievements. Second, I found two person on to my подчинение, господи, substitution. And, but, unfortunately, when okay, and, unfortunately, when special war operation started, offers to these two person was rejected. Moreover, they already write agreement with her employers. And so, it was not a good situation. And third achievements, I think it was my experience in micro-strategies, which are very relevant for Metro Cash and Kelly. Okay, thank you. I don't want to to talk to I don't want to I want to tell you, look, look, Metro with terms of произношения может быть, где-то грамматических каких-то неточностей глобально, они спокойно очень к этому относятся, вот, ну, и понятно, что, да, там, при взаимодействии постоянно с руководителем, так или иначе, ну, там, это просто будет, там, English language, вот, поэтому, ну, смотрите, да, то есть там, я бы, наверное, честно сказала бы, наверное, не advanced, да, то есть это скорее, там, позабытое о point-media. Ну, да, я так вот, я, конечно, не эксперт, вот, но в любом случае, да, там, ну, я не считаю глобальной, там, проблемой, да, то есть английский у вас есть, естественно, нужно будет, да, там, где-то чуть-чуть, там, подгонять, возможно, его, да, вот, ну, главное, чтобы не было барьера, да, то есть барьер я на данный момент его не увидела, вот, поэтому окей, вот, но тут, соответственно, тут какой момент, где нужен английский, да, то есть, ну, во-первых, при взаимодействии с руководителем, да, то есть у нас два Доминика, он достаточно одного метра работает, я сейчас в структуре расскажу, вот, и если говорить, да, там, о работе именно в проектном офисе, да, то есть данный сотрудник, он является, ну, вот тут логистки в целом, да, там, руководителем проектов, поэтому он участвует во всех проектах, в том числе, да, там, для штаб-квартиры, компании, да, то есть, и какие-то презентации проводят именно он, да, то есть вообще из всей логистики, вот, поэтому, ну, и опять же, да, там, если вот, как вы говорите, да, такие там адхок-запросы, да, то есть они могут быть и, там, вот, коллег из смежных департаментов, которые в том числе являются, там, экспатами, потому что в Метро в России экспатов много, они остались в основном все, вот, ну, и штаб-квартира, да, то есть если мы говорим, там, в целом о компании, компания достаточно, ну, скажем так, централизованная, да, то есть и главный офис, да, в котором в Диссельдорфе находится, они так очень, ну, в общем-то, интересуются результатами, да, там, своих территориальных отделений, скажем, вот, несмотря на то, что, да, там, Метро в России уже настолько укоренилось, что, в общем-то, да, там, как-то сложности, там, с данной территорией, тем, чтобы там остаться, да, то есть они, конечно, не испытывают, вот, но много реальных экспатов, поэтому, да, то есть тут два момента работы с непосредственным руководителем, да, то есть и дальнейшее взаимодействие, там, в том числе, там, в рамках каких-то презентаций, вот, но еще скажу, наверное, там, опять же, относительно английского, есть у них внутри курса, вот, на которых они сотрудников управляют, если нужно что-то немножко, там, ну, там, подучить, улучшить уровень и так далее, вот, поэтому, да, то есть по английскому, наверное, такой небольшой комментарий, да. Смотрите, Василий, да, с точки зрения самой вакансии, ну, я не буду перечитывать, да, то, что там написано в тексте, да, то есть там, наверное, просто несколько, так меня слышно, что-то у вас как-то тихо стало слышать, да, просто бывает такое, что связь не работает вдруг, я сама с тобой уже говорила, было бы печально. Вот, соответственно, по поводу позиции, да, то есть структурно, ну, как вы поняли, да, то есть в отделе логистики эта вакансия расположена, то есть какая, есть коммерческий директор, да, коммерческому директору подключается, ой, господи, подчиняется руководитель как раз-таки с оплачениями логистики, вот, непосредственно руководители, соответственно, вот, Доминику уже подчиняется данная позиция. Вот, на самом деле, они вообще широко на эту позицию смотрят, потому что здесь, на самом деле, ну, как бы даже не опыт в логистике, там, суперпетичный, потому что изначально, да, то есть они даже готовы были посмотреть, там, ну, не бизнес-аналитиков, да, то есть, ну, возможно, там, каких-то финансовых аналитиков, да, вот, потому что в целом они, как бы, ну, там, в том числе, там, свои, к своей какой-то стихике готовы обучать, да, то есть им нужен именно аналитик, который… Я же последние два года именно в финансовой дирекции работал, то есть формально… Да, да, да. Там у меня, может, написано, не написано в резюме, но именно у меня финансовая дирекция. Нет, это я понимаю, да, поэтому говорю, то есть им нужен именно аналитик, да, то есть и который может абсолютно по-разному смотреть, то есть там аналитика в плане отчетности, аналитика в плане запуска новых проектов, да, то есть все, соответственно, специфика логистики, да, то есть им важен, ну, как сказать, наверное, бизнес-анализ, умение решения бизнес-кейсов, потому что, опять же, да, там до метра логистика, это, ну, и соплачение вообще в целом, да, то есть это довольно фокусная история, да, потому что очень много чего, там, в связи с этим, там, меняется, да, то есть это могут быть открытия, не знаю, там, новых РЦ, еще что-то, да, то есть там, опять же, там, поставщики, там, федеральные, федеральные, да, то есть поэтому, ну, как бы, аналитика в этом направлении, это прям, то есть постоянно что-то меняется, то есть какие-то, да, там, кейсы появляются, которые, там, нужно, там, просчитывать, участвовать в этом и так далее, да, то есть если говорить, там, ну, там, управлять запасами, планировать, прогнозировать уровень товарного запаса, да, там, контроль доступности товаров, аналитика по стоку менеджменту, да, это все есть, но, соответственно, опять же, это именно в формате разработки методологии, методологии цепочек поставок в целом, потому что люди, которые непосредственно занимаются, как у вас была позиция в ЭКО, условно магазина, это отдельный отдел, который операционкой как раз занимается, то есть мы сейчас говорим именно о методологии, то есть вот этих расчетов, да, там, не знаю, от рецепта магазинам, да, тут занимаются отдельно. Вот, что еще делают в данном отделе, да, там это как раз-таки, да, там прогноз подготовки логистического бюджета, там какие-то прогнозы по поставщикам, вот, про автоматизацию, опять же, да, там у них сейчас, ну, опять же, да, очень активно развивается направление вообще MBI, вот, и они стараются, да, там все, в общем-то, тоже оптимизируя все эти отчетности, здесь скорее будет вместе с коллегами из отделов, да, ввестись в взаимодействие, да, то есть это такие кросс-функциональные в основном функции, вот, но опять же, да, там то, что у вас есть этот опыт, это на самом деле очень здорово. Вот, да, ну, то же самое, да, там адхок какие-то совещания, вот то, что я говорила, да, там данный сотрудник является руководителем проект-офиса в логистике, да, да, то есть какие-то, если презентации для штаб-квартиры, для советов, директоров, проводят именно у нас, вот. Что еще не рассказала, да, то есть 4 человека здесь в подчинении, вот на данный момент, да, то есть это два бизнес-аналитика и два сток-менеджера, то есть бизнес-аналитики больше про, там, какие-то, там, кейсы, расчеты модели, да, там, сток-менеджеры, да, там больше уже про управление товарными запасами, вот. Что еще нам, да, там, важно, ну, я сказала, да, то есть, там, в принципе, нам важно, важно, чтобы, да, там, сотрудник был, таким, очень, скажем, сильным аналитиком, но при этом, да, там, имел опыт управления людьми, потому что метро, опять же, западная компания, у них очень сильная корпоративная культура, да, то есть с точки зрения, там, поддержки, развития сотрудников, да, то есть если мы кого-то нашли, то, как бы, мы их все-таки, да, там, дальше развиваем и так далее. Честно, когда, вот, 24, там, февраля случилось, тоже, да, там, были, были моменты, да, то есть, но даже, там, вот, с офферами старались максимально полюбовно решать вопросы, да, некоторые вакансии, там, замораживались, там, на месяц где-то, да, то есть, но, как бы, в этом плане они, там, если с человеком поделились, да, то есть они стараются максимально, в общем-то, уже доводить дело до конца, вот. Что еще не сказал? С точки зрения инструментария, я сразу скажу, да, то есть, там, у меня прям такой плотной информации нет, да, то есть, ну, там, условно, с Excel-ем они работают, да, то есть, там, не знаю, там, в идеале, там, знание какого-то SQL, да, вот, там, опять же, опыт построения, там, многофакторных моделей, вот, опыт работы с BI в идеале, да, то есть, ну, в общем, про инструментарий, вот, у меня очень такая, сейчас вот на этом этапе такая поверхностная будет информация, ну, вот, 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 наверное, как-то так, то есть, я правильно понимаю, да, тут с Excel-ем совсем где-то мы все работаем, то есть, даже, наверное, спрашивать не буду. Да, разумеется, у меня как раз вот в подчинении был сотрудник, который из MetroCash & Carry перешел, а до того, как устроился в InVideoUldorado, я тоже проходил собеседование в MetroCash & Carry, там, какой-то больше связанной с розницей, там, что-то такое с маркетингом, но нужно поднять эту историю, да. Ну, понятно. Ну, в общем, вот, наверное, я там буквально, там, прокомментировала, да, то есть, там, по позиции, там, что еще в дополнении, там, мы обсуждали с коллегами, да, то есть, это level 3 в компании, достаточно высокий уровень, да, там, сотрудника, вот, поэтому, в любом случае, там, в плане собеседования, там, будет несколько этапов, вот, по условиям, ну, сейчас тоже обсудим, давайте, наверное, там, если у вас есть какие-то вопросы, да, там, по компании, по вакансии, вот, и потом тогда, соответственно, уже условия тоже с вами обсудим, там, по работе. Ну, пару вопросов, как отражается на компании отсутствие сотрудника на данной позиции? Ну, сотрудник сейчас работает на данной позиции, его просто переводят в другой отдел, поэтому... Ага, а в связи с чем? Развитие, как, в связи с чем? Нет, да, я поняла, наверное, только подоплеку вопроса, нет, там нет никакого антикризисного менеджмента, то есть, все работает, все окей, просто в метро, да, то есть, опять же, у них много очень проектной работы, и они, ну, то есть, в метро же обычно, да, там, весь человек, там, приходит, и там, все окей, все комфортно, обычно работают достаточно долго, но вы сами понимаете, там, ну, там, работая, там, не знаю, 10 лет компанией на одной функции, можно заскучать, да, они обычно ищут здесь достаточно инициативных, заинтересованных вообще в развитии, поэтому у них вообще очень часто бывают всякие кросс-функциональные передвижения внутри команды, внутри компании, вот, допустим, да, там, какие-то, вот, как вы говорите, да, там, какой-то, там, проекты вам дают кросс-функционально, да, тут бывает, в общем-то, что это не только как именно в плане проектной команды, да, то есть, а может быть, передвижение, допустим, там, в другой отдел, там, немножко с другими фокусами, то есть, они всегда, когда появляются вакансии, ну, вот я скажу даже, да, там, по этой вакансии, они в первую очередь посмотрели людей внутри, кто мог бы, да, там, занимать эту позицию, опять же, да, там, в плане, там, роста вверх, в плане роста развития, скажем так, вширь, вбок, да, кросс-функционально. Да, 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 что у нас в компании движение по карьерной лестнице, возможно, в двух направлениях, да, влево и вправо, понятно, вот, хорошо, значит. Ну, вот, поэтому, поэтому тут нет никакого антикриза, вся история, да, то есть, там, все работает, вот, просто, да, то есть, человека переводят в другую функцию. Понятно, а какие задачи могут быть на испытательный срок? Ну, вот это вопрос уж не ко мне, я, я рекрутер, вот, это, конечно, там, смотрите, уже там встреча с руководителем, да, то есть, там, это будет обсуждаться, но я вам так скажу, да, то есть, опять же, в метро, они очень трепетно относятся к подбору, да, то есть, у них, там, ну, как я сказала, несколько этапов собеседования, да, то есть, вообще, на левел-3 у них также обычно предусмотрен асессмент, вот, то есть, и, ну, как бы, у них, там, ну, что испытательный срок, что там после испытательного срока, в общем-то, ну, как бы, все одно, да, в идеале, там, понятно, человек должен, там, первые, наверное, три месяца, то и полгода, да, там, входить, так или иначе, в процессы, поэтому, да, то есть, там, каких-то сейчас конкретных задач, да, то есть, что, вот, на чем будет делать акцент, нам не говорили, да, то есть, это, в общем-то, все, что прописано в вакансии, да, то есть, тут, наверное, с точки зрения, ну, в первую очередь, там, поддержания процессов, вот, ну, и, соответственно, проекты, которые будут приходить, да, то есть, тут-то сложно прогнозировать, да, то есть, там, ну, и сейчас у меня, там, на этом этапе точно такой информации нету. — Понятно. А сам руководитель, вы сказали, в компании долго работает, а именно в российском подразделении он насколько долго работает? — Насколько я помню, давно. Это настоящая встреча, если будете готовы общаться. Вот это вы в Валерии сможете задать вопросы, там будет коротенькая встреча онлайн, она как раз по команде, по каким-то моментам сможет вас сориентировать более конкретно. То есть я все-таки тут как внешний рекрутер, конечно, прям доподлинно каждого. Не знаю, я с Домиником, честно скажу, вам не общалась, у него сейчас очень-очень большая занятость, вы сами понимаете, там логистика supply chain сейчас так очень, очень-очень активно везде задействует. — История не такая, что когда приходит новый руководитель, начинает под себя команду переформировать, нет? То есть это другое? — А, нет-нет-нет, вот я вообще-то вам сказала, да, в чем суть, просто перевод сотрудника, да, там, кросс-функционально на другую должность и все. — Ясно. — Поэтому, нет, он давно работает в компании, то есть тут вообще вопросов, я говорю, тут нет никакого ни антикриза, ни там поиска, там, подбора команды, то есть, ну, понятно, когда приходит новый человек, все равно там что-то будет отдельно анализироваться и так далее, да, то есть, я думаю, ожидают, что у этого человека, который придет, да, возможно, будут какие-то. Какие-то, как сказать, ну, там, новые идеи, там, проекты и так далее, то есть это, в принципе, они готовы, там, поддерживать и так далее, то есть, ну, пока это такой уже, там, вопрос отдаленный. Ну, и руководитель, конечно, да, там, по своим каким-то, там, ожиданиям, там, и по КПА им, конечно, лучше сориентирует, чем я, чем-то. — Ясно. — Вот. Ну, не знаю, насколько на ваш вопрос ответил, но это правда, да, то есть, лучше, лучше же непосредственно руководить, чтобы не было всяких, там, испорченных телефонов, ну, и, в общем-то, да, там, глобальная, такой, прям, глубокая информация, там, с кем-то, не владеем в своем органе. — Честно. — Вот, ну, окей, в принципе, там, по вакансии ПНД, давайте обсудим с вами, да, там, по условиям. Вы с Женей обсуждали 300 плюс указом, то есть, можете сказать, то есть, это что, это докладная часть, плюс это сколько, то есть… — Смотрите, на рынке, вот, по моим ощущениям, да, где-то, вот, для данной позиции, которая, по сути, некий руководитель отдела, причем там, какие-то таких два направления, да, вот, можно, условно говоря, выделить, вот, то это, да, вот, на рынке именно где-то примерно 300, там, тысяч, но я знаю, что, вот, по моему опыту, в метро там чуть ниже рынка зарплаты, поэтому, наверное, там сейчас где-то порядка 280. — Ну, спросите, может быть, я заблуждаюсь, да, как бы, может быть, у меня какая-то вот старевшая информация, там, вот, ну, вот, как-то так, да, такое у меня внимание. — Ну, смотрите, да, то есть, давайте прокомментирую, там, ну, с точки зрения ниже рынка, да, то есть, мы, конечно, достаточно давно работаем, там, и если говорить на, там, офисные позиции, в целом, они в рынке, то есть, у них всегда есть определенная вилка, они, ну, честно, да, то есть, они оценивают, там, человека, в том плане, там, его, там, будущую задачу, да, там, его эффективность, ну, и в том числе, да, там, откладываются, в общем-то, от пожеланий сотрудника, то есть, если говорить, там, 300 нет, в целом, это в вилке, да, то есть, ну, в любом случае, каким образом, там, по заработной плате это происходит, мы прописываем ожидания кандидатов в резюме, да, то есть, в общем-то, они уже, исходя из этого, тоже, там, в общем-то, собеседуют, да, потому что, ну, как бы, задача как-то сильно занизить, там, за заработную плату и так далее, да, то есть, естественно, нету, вот, то есть, не обсуждают, да, там, отталкиваются от ожиданий, вот, вот, по заработной плате, да, соответственно, акцент, ну, в принципе, это оклад, да, то есть, плюс у них есть годовой бонус, вот, то есть, ну, я, честно, сильно на него, там, не ориентирую, потому что это все-таки, да, там, какая-то бонусная часть, вот, но он тоже есть, и плюс хороший, достаточно социальный пакет, тоже в метро, да, там, со всеми компенсациями и так далее, вот, вот, поэтому я предлагаю, наверное, тогда писать в резюме 300.нет, да, вот, ну, и, соответственно, если там у вас есть, там, плюс-минус какой-то для обсуждения, это, естественно, уже будет делаться на, там, на финальных этапах. Да, то есть, если вы уверены, что это в вилке, да, то можете, да, написать. Да, ну, то есть, я скажу так, да, это не нижняя часть вилки, не самая нижняя, вот, но это, да, это вполне в вилке, они готовы это обсуждать, но, опять же, да, там, если бы сказали, там, 280-300, ну, то есть, как бы, опять же, там, значит, что вы, там, определенную какую-то гибкость, может, это в будущем, возможно, проявить, вот, ну, там, если, если вдруг, но, опять же, да, там, это уже такой вопрос, вот, и, соответственно, территориально вы, так, на Беломорской, по-моему, да, указываете, да, ну, то есть, им, да, до них добираться на Ленинградский, на Ленинградском часе удобно вам будет, они? Ну, да, 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 а вот с точки зрения удаленки, вот, вы говорите, что сейчас, да, там, больше на удаленке, то есть, у них 4-1 график, насколько к этому вообще готовы, морально, не знаю, морально, морально готов, то есть, почему нет? Ну, нормально, да, действительно критично. Окей, в принципе, Василий, вы знаете, у меня больше, наверное, к вам вопросов нет, потому что, наверное, там, уже по инструментам, по каким-то, да, там, более глубоким историям, да, это, скорее, лучше обсуждать с руководителем, то есть, я правильно понимаю, что вам интересно, вы готовы дальше двигаться? Да, да, конечно. В ощущении, что мы, там, вот, с вами по собеседуясь куда-то пропали. Действительно, да, там, ну, там, не всегда, там, оперативно может обратная связь приходить, да, то есть, у нас вот тут кандидатов, вот, но, там, не супербыстро, к сожалению, бывает под назначение. Вот, мы, соответственно, дальше, там, вас уже пригласим и будем обсуждать по опциям, там, когда у вас будет возможность, да, там, ну, первая собеседование, в любом случае, онлайн, да, там, собеседование с руководителем уже непосредственно в офисе обычно, да, там, при этом, при желателе. Вот, но я так понимаю, вы же все равно сейчас продолжаете работать, да, то есть у вас такой прям глобальной спешки нет, да? Никакой спешки нет. Ну, вот, окей. Вот, тогда в любом случае на связи, если вдруг что, да, то есть там я всегда доступна в WhatsApp, пишите, единственное, что на звонки не всегда могу отвечать, у меня такой прям довольно загруженный по встречам график, вот, но если что, там опять же Евгений может написать, не будет проблем. Вот, если вдруг у нас какие-то вакансии появляться, да, то есть, в принципе, сможем даже, возможно, что-то интересное рассматривать параллельно, вот. Наверное, там со своей стороны все рассказала, если опять же там какие-то вопросы по процессам, пожалуйста, задавай. А как давно там ищутся на данную позицию? Где-то, наверное, недели три назад, ну, может быть, там около, наверное, да, наверное, недели три назад там пришла эта вакансия, то есть, ну, вот, когда они вышли на рынок. Так, а не до этого, вот, как я говорила, смотрели людей внутри. Ну, то есть, это тоже, возможно, какое-то время займутся. Ну, где-то, да, где-то три недели, там, около месяца, может быть, но просто, опять же, в связи с высокой загрузкой руководителя, там, сейчас, там, не могу сказать, что прям супероперативно, да, то есть. Хорошо, пока вопросов нет, в общем. Окей, тогда на связи, очень приятно было с вами побеседовать, спасибо, вот, и тогда будем ждать уже от коллег приглашения, и дальше двигаться. Хорошо, договорились. Все, да, да, Василий, хорошего вам дня. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.